Всем большой привет! Очень рада вас всех видеть! Вы знаете, я давно задумала снять для вас видео о моих декоративных фаворитах весны. Каждый раз я садилась, его, наверное, снимала уже 3 или 4 раза, чтобы не собрать. Каждый раз я, когда его снимала, потом садилась монтировать, понимала, что я просто забыла показать массу продуктов, которые действительно достойны внимания, и как я могла это сделать. И, в общем, все мне постоянно не нравилось, когда я снимала это видео. Сегодня я так основательно подошла к этому вопросу, собрала очень-очень много всех продуктов, которыми я действительно была довольна этой весной в декоративной косметике. И когда я взглянула на всю эту массу, я поняла, что это видео не поместится даже, наверное, в 2 часа по времени. Поэтому, в общем, решила разделить его на несколько частей, буду снимать отдельно. И сегодняшняя часть будет о моих продуктах для лица. То есть это тональные основы, пудры, хайлайтеры, румяна, бронзеры и так далее. В общем, если такое видео вам интересно, то, конечно же, продолжайте смотреть, оставайтесь со мной, и я желаю вам приятного просмотра. Вы знаете, еще зимой я так хорошенько затарилась торговой маркой Inglot, и многие продукты, особенно для лица, мне очень понравились. Поэтому много будет сегодня этих продуктов. И, наверное, первое, с чего я начну, это база, которой я пользовалась, это весной. Вот такая вот база от Inglot. Она силиконистая, то есть не ждите от нее чудес. Это действительно силиконы, которые очень хорошо заполняют морщинки, поры и, в общем, сглаживают рельеф лица. И она мне очень нравилась. Единственное, любую базу, я не знаю, почему об этом очень мало говорят другие девочки, но ей обязательно нужно дать подсохнуть. Если вы хотите действительно понять, какой эффект у вашей базы, нанесите ее и дайте ей минимум 3 минуты застыть на лице. Если вы начнете сразу же поверх базы, хотя, казалось бы, она уже высохла, наносить тональное средство или пудру или еще чего-то, то оно все потечет и поплывет, и никакой стойкости вам эта база не добавит. Обязательно любой базе нужно дать время подсохнуть, застыть на лице и, в общем, принять ту консистенцию, которая должна быть. Вот эта база мне очень-очень нравилась. Она действительно хорошо заполняет поры. Нет вот этой вот бугристости какой-то на носу. Но, опять же, девчонки, не ждите какого-то супер-пупер-чуда, что если у вас есть конкретные проблемы, вы намажетесь базой, и у вас просто лицо все сгладится. Конечно же, такого не будет. Мы говорим о каких-то, не знаю, долях миллиметра, да, которые, да, в общей картинке они заметны, но если это у вас какие-то конкретные бугры, то никакая база вам их не сгладит. Но вот это я была очень-очень довольна, и пользуюсь я ей продолжаю сейчас. У нее суперэкономичный расход. Я, на самом деле, ей зимой пользовалась. Посмотрите, как мало я вообще ее использовала. То есть она суперэкономичная, ей нужно совсем-совсем чуть-чуть. И вот срок у нее годности с момента открытия 12 месяцев. И я реально понимаю, что я не использую эту всю базу за 12 месяцев. Это 100%, потому что, ну, она суперэкономичная. В общем, на ней отлично держался макияж. Действительно продлевалась стойкость, действительно более долгое мотирование. То есть нос, лоб, подбородок гораздо позже начинал с ней блестеть, и косметика держалась хорошо, не плыла, не стиралась. И поэтому я могу, наверное, с чистой совестью порекомендовать эту базу, и она была моим фаворитом. Следующий продукт, который мне особенно полюбился этой весной, это была вот такая вот тональная основа от Inglot. У меня в цвете 49. Она предназначена для молодой кожи, а также для жирной кожи. Вот она называется YSM. Что я о ней могу сказать? Она отлично вообще выравнивает тон лица. Она перекрывает, конкретно перекрывает недостатки, но при этом она не ложится вообще на ваше лицо какой-то пленкой, какой-то маской. Она смотрится очень естественно, она очень легкая. То есть она мне нравилась вообще на все 100%. Плюс в ней есть такие едва-едва заметные какие-то светоотражающие частички. Когда вы ее нанесли, этого не видно. Лицо ваше абсолютно не блестит, она отлично мотирует. Но когда вы крутите головой, поворачиваете голову, кожа так слегка-слегка где-то переливается, играет. Это смотрится очень красиво, очень изысканно. И в общем она была моим фаворитом фаворитов. Также мне нравились другие тональные основы. Я сейчас о них расскажу. Но вот эта, это была просто номер один. Ее совершенно незаметно на коже. И вот действительно кожа с ней выглядит фарфоровой. Поэтому на 100% могу ее порекомендовать. Следующая тональная основа, которой я активно пользовалась, это была вот такая вот тональная основа от Guerlain. Она называется Parour Extreme. Это стойкая тональная основа. Она у меня в цвете 0,2. Она действительно супер стойкая. Она вообще перекрывает все на вашем лице. То есть нету конечно такого вот эффекта прямо маски. Ну сейчас оговорюсь, смотри чем наносить. Но она перекрывает вот вообще все-все-все недостатки. То есть у вас идеальное просто покрытие, идеальное лицо. Но когда я наносила ее кистью, либо спонжем, либо чем-то еще, она смотрелась просто килограммом какой-то основы тональной. Она забивалась во все морщинки, складочки. И в общем выглядело это некрасиво. И все замечали. И знаете подружки мне спрашивали, что у тебя на лице. Как-то так. То есть все замечали, что у меня конкретный слой тональной основы. Поэтому я для себя выработала стопроцентный способ. Ее нужно наносить только-только пальцами. Ее нельзя нанести точечно, потом начать распределять. Потому что за счет того, что она стойкая, она моментально вообще подсыхает. Поэтому только пальцами и только на лоб вы ее распределили по лбу. На щечке распределили по этой щечке. То есть именно распределять только на тех зонах, куда вы только что ее нанесли. И не давайте ей застывать, потому что у вас там будет моментально пятно. В общем, если ее наносить пальчиками, аккуратно, внимательно. Она дает просто прекрасное подкрытие, фантастическое. На самом деле это моя уже, наверное, третья бутылочка конкретно. Вот такой вот основы от Guerlain Parour Extreme. Не знаю, буду ли я покупать ее еще. Возможно, сейчас все-таки летом она тяжеловата. Но вот именно на весну очень она мне нравилась. И, в общем, активно я ей пользовалась. Опять же, только будьте внимательны с нанесением. А так могу ее посоветовать. Следующий продукт относительно новый в моей косметичке, но уже очень горячо любимый. Это вот такая вот рисовая пудра от PSM. Она белая абсолютно, прозрачная. Она совершенно не выбеливает лицо. Она просто отлично матирует. Вы можете ее просто даже на базу нанести или просто вообще на голое лицо. И она уже даст отличное мотирование. Тут очень большой объем. 30 мл. И годно она 24 месяца. Ну, в одном она цвете идет, в белом вот этом. В общем, супер-пупер пудра. Мне очень нравится. Я ей просто каждый день пользуюсь. Наношу ее на все. И на тональной основе. И просто на базу. И просто на голое лицо. И она, в общем, фантастически выравнивает цвет лица. Не дает никаких там белых бликов при фотосъемке, при видеосъемке. И, в общем, лицо у вас просто смотрится с ней такое кукольное. Выравнивает все. Поэтому очень ее советую. Очень рекомендую. И вообще, вот так мне нравится сейчас косметика PSM. Начала ее заказывать. И я вам оставлю ссылочку, где ее покупаю. У нас в Украине есть во Львове интернет-магазин, который, в принципе, новой почтой доставляет по всей Украине. И, в общем, многие продукты мне очень даже нравятся у этой торговой марки. В общем, вот такая вот рисовая пудра. Однозначно я ее рекомендую. Следующий мой фаворит, которым я очень активно пользовалась. И я думаю, это заметно. Это вот такая вот пудра от Inglot рассыпчатая. У меня она в цвете 14. Тут 30 грамм. Супер-пудра. Ложится очень легкой вуалью. Перекрывает все недостатки. Сливается просто с тоном кожи. Совершенно не перегружает лицо. Можно наносить просто на голое лицо. И уже эффект будет очень классный. Большой очень объем. Она экономичная. В общем, она мне очень-очень нравилась. Я обязательно куплю эту пудру снова на осень. Так 100%. Поэтому однозначно всем могу ее посоветовать и порекомендовать. Следующая пудра. Это пудра, опять же, от компании P.S. Это пудра-хайлайтер. У меня в цвете 1С. Это вот такая вот пудра бежевая. Это, кстати, цвета у них, если будете выбирать по каталогу, довольно темный. То есть, этот 1С цвет, он не такой уж прямо для белоснежек, не такой уж прямо светлый. При том, что это самый светлый, наверное, цвет. Да, самый светлый цвет вообще в палитре. Это пудра с эффектом свечения, мерцания. Ее можно наносить как хайлайтер. Она дает такое очень-очень деликатное свечение. Я ее наношу на Т-зону. То есть, те места, где мне надо подсветить. Также скулы. Очень классная пудра. Отлично держится. Тоже ложится очень тонкой вуалью. Дает, придает коже такое мерцание свечения. Очень красивое, благородное. И, в общем, активно ей пользуюсь тоже каждый день. И очень она мне нравится. Поэтому, однозначно, присмотритесь. Я ее советую. Следующая пудра, которую я носила с собой в сумочке, которую не стыдно где-нибудь достать, это пудра от Герлен. Идет вот такой вот пыльничек. Опять же, коллекция Парур. У меня в цвете, в цвете, в цвете 02. Это вот такая вот пудра. То есть, видите, дотерла до дырочки. Это, кстати, уже, наверное, за мою жизнь. У меня эта пудра уже, наверное, ну, шестая точно. Можно есть сменные вот эти вот кассеты. Можно не покупать каждый раз всю пудру. Можно только покупать отдельно наполнение. То есть, сама пудра идет, большое зеркало. И вот тут вот отделение для спонжа. Спонж там, конечно, резиновый такой никакой. И у меня есть кисточка вот такая вот от Mary Kay. Не знаю, что это за кисточкой, откуда она у меня. Ну, в общем, ложится она сюда просто вообще идеально, как родная. И я ее вот здесь ношу. Эта пудра отлично матирует. Тоже, в общем, дает очень хорошее покрытие. Чтобы просто пользоваться ей, каждый день наносить на все лицо с утра и там в течение дня припудриваться. Я думаю, что это не совсем экономично, потому что это довольно недорогое удовольствие, эта пудра. Но для того, чтобы носить ее в сумочке, очень даже и очень прилично ее где-нибудь достать и припудрится. И она действительно хорошо. То есть, что я припудриваю носик, лоб, в общем-то, зону. И она действительно хорошо матирует. Продолжение следует...